Мария Терезия Вальбурга Амалия Кристина, эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии с 25 июня 1741 года, королева Богемия с 20 октября 1740 года, супруга, а затем вдова Франца I Стефана Лотарингского, избранного императором в 1745 году, основательница Лотарингской ветви династии Гапсбурга, царствования Марии Терезии, время просвещения и активных реформ. Она входит в число представителей династии, пользовавшихся наибольшей популярностью. Среди ее многочисленных детей – два императора Иосиф II и Леопольд II, а также французская королева Мария Антуанетта и королева Сицилии Мария Каролина. Политические события царствования Старшая дочь императора Карла VI и его супруги Елизаветы Кристины Брауншвейг в Альфенбютерской, наследницы его, в силу прагматической санкции, получила чисто мужское воспитание, подготовившее ее к управлению обширным государством. В 14 лет она уже присутствовала на заседаниях Государственного совета, в 1736 году вышла замуж за герцога лотарингского Франца Стефана. Вступив на престол, она с первых же дней очутилась лицом к лицу со множеством претендентов на австрийское наследство, не желавших уступать ей своих прав. Ахенский мир в 1748 году разрешил этот вопрос в пользу Марии Терезии, потерявшей, однако, Силезию. Мария Терезия была коронована венгерской королевой 25 июня 1741 года в готическом соборе святого Мартина в городе Присбург. В 1745 году супруг Марии Терезии был коронован императором под именем Франца I. В Семилетней войне Мария Терезия приняла участие с целью отвоевать Силезию, но потерпела неудачу. Силезия осталась во власти Фридриха II. В 1765 году умер император Франции и овдовевшая Мария Терезия назначила своим соправителем своего сына, ограничив, впрочем, его деятельность придворными, финансовыми и военными делами, да и тут не давая ему полной самостоятельности. В 1772 году Мария Терезия приняла участие в первом разделе Польши и получила Галицию, Османскую империю и она принудила угрозами уступить ей Буковину. В 1778 году Мария Терезия изъявила притязание на баварское наследство. Проишедшее отсюда столкновение было закончено Тишинским миром, на основании которого австрийский дом получил областине внутренней реформы. Особенно важной была деятельность Марии Терезии во внутреннем управлении страной. Все время свободная от войн, она употребляла на проведение реформ в администрации, где царили взяточничество и всевозможные беззакония, на упорядочение финансов, на улучшение судебных порядков и законодательства, на реорганизацию военных сил, пришедших в большой упадок. До Марии Терезии Австрия была одной из самых отсталых стран во всех отношениях. Школы печать находились всецело во власти иезуитов. Правительство боялось затронуть устаревшие порядки в администрации, суде и финансовом ведомстве. И потому сквозь пальцы смотрела на злоупотребление чиновников. Будучи ревностной католичкой, противницей реформаторских идей XVIII века и сторонницей клирикально-аристократического абсолютизма, Мария Терезия, тем не менее, была вынуждена, в силу внешних обстоятельств, ввести в подвластные ей области необходимые реформы, Коснувшиеся главным образом чешско-германских наследственных земель и не затронувшие Венгрии, так как последнее выговорило себе сохранение старых порядков. Главными помощниками Марии Терезии в деле реорганизации были граф Гоугвиц, впоследствии князь Кауниц и граф Хотик. Граф Гоугвиц, занимавший пост министра внутренних дел, водворил в государстве, по словам Марии Терезии, порядок вместо хаоса. Феодальная власть помещиков была ограничена и подчинена контролю государственной власти. Много внимания обращала Мария Терезия на улучшение земледелия, на поддержание ремесел и промыслов, развитие фабричного производства, расширение внутренней и внешней торговли, открытие новых консульств портов, мест сбыта и т.д. Культурой она заботилась о процветании наук и искусств, в чем ей деятельно помогал Гергард фон Свитин, учреждала университеты, высшие школы для рисования, живописи и архитектуры, реформировала гимназии, положила начало образованию простого народа, довела общее число школ до 6000, образовала публичные библиотеки в Праге-Инсбруке, устроила превосходные обсерватории в Вене, Грации и т.д. Под влиянием Кауница она ограничила влияние церкви на народное просвещение и усилила значение в этой области государственной власти, иезуитский орден все более и более подчинялся в своей воспитательной деятельности руководству государственной власти, пока в 1774 году вовсе не был уничтожен Клементом XIV. При своей любви к искусству Мария Терезия предпочитала не тратить лишние деньги, после вступления на престол она резко сократила численность придворного оркестра и урезала жалования музыкантам. До этого скрипачий композитор Джованни Антонио Пьени в качестве рядового музыканта получал ежегодно 1800 гульденов, теперь он стал капельмейстром, но зарплата его была сокращена до 1200 гульденов. Финансы в области финансов особенно много сделал для Австрии Хотик. Лишь благодаря его умелому управлению финансами Мария Терезия могла вести семилетнюю войну, ведь но было более правильное распределение налогов. К уплате их привлечены привилегированные сословия, дворянство и духовенство, произведена кадастрация земли на основании измерения земельных, владений и классификации платящего населения государственной органа в 1749 году. Положено было начало разделению судебной и административной власти к введению последней были присоединены в финансы. В 1752-1763 годах были устроены три отдельные ведомства или министерства, соединенные чешско-австрийское, для германских, австрийских и чешских коронных земель, высшая судебная инстанция, придворная палата, которой подведомственны были все финансовые учреждения. Верховным учреждением, к которому сводились все остальные, была с 1753 годом Хаус-Хоф-Унд-Стаатес-Конзли, а в 1760 году, по плану Кауница, учрежден был Государственный совет, как главное орудие административной централизации и административного контроля. Кодификация законов с 1753 года. Начались работы по выработке общего гражданского свода законов. Долженство вашего заменить собой местное обычное право. Для этой цели созвана была комиссия, труды которой легли в основание законодательства 1811 года. В 1767 году был издан Терезианский кодекс, а через год новый уголовный свод законов Немесис Терезиана, в котором еще упоминается, хотя в значительно смягченной форме опытки, окончательно уничтоженной. В 1776 году издан был кодекс судопроизводства и положено основание торгового и вексельного права «Брак и дети». В 1736 году Мария Терезия вышла замуж за герцога лотарингского Франца Стефана. В этом браке родились характеристика. Умирая, Мария Терезия оставила свое государство значительно подвинувшимся на пути благоустройства. С армией в 260 тысяч человек и значительно увеличенным престижем в Европе, энергичная, деятельная, умная Мария Терезия обладала большим тактом и обаятельной прелестью обращения, действовавшей чарующим образом на окружающих. Мало зная сама, говорит Мишле, она умела окружать себя способными людьми, руководившими ее политикой. Узнав о ее кончине, Фридрих II с горечью написал Деламберу «Известие вызвало меня искренние слезы, она делала честь своему полу и короне. Я воевал с ней, но никогда не был ее врагом, в частной жизни она была безукоризненной женой и матерью, имела 16 детей, из которых 10 пережили ее». В Вене воздвигнут великолепный памятник в честь Марии Терезии и ее ближайших соратников. Гораздо позже после ее смерти, во время Второй мировой войны, была создана 22-й кавалерийская дивизия СС Мария Терезия, сформированная в основном из фалькс-дойче, проживавших на территории бывшей Австро-Венгрии и обожавших императрицу за действительно выдающиеся заслуги. В честь Марии Терезии названа стероид Терезия, открытый в 1890 году, предки.